Грузинская газета Грузины доверяли нам, армянам, проживающим в Абхазии. Поэтому я взял трехлитровый баллон с разведенным спиртом и проник в лагерь грузинских солдат. Когда они выпили спиртное, легли и заснули. Я привел заранее предупрежденных бойцов. Мы взяли автоматы грузин и расстреляли. Ни один из них даже не проснулся. Потом собрали боеприпасы и вернулись обратно. Вот так получили первое боевое оружие местные армяне. Еще в 2006 году грузинский писатель Абхаз по национальности Сергий Саджаев рассказывал о звездствах баграмяновцев. Попавших в плен или мирных жителей привязали к дереву. На голову надевали покрышки и жгли. Сколько женщин изнасиловали. В селе Яштхва застряла одна грузинка, которая спряталась в армянской семье. Они предали женщину и бросили палачам. Ее изнасиловал весь батальон и она сошла с ума. А вот что рассказывает свидетель Нодар Натадзе. Батальон имени Баграмяна совершил множество жестоких преступлений. Война была уже окончена, когда грузинские партизаны взяли в плен армянина. Он начал плакать и причитать. Грузины его пожалели и собирались отпустить, но увидели на груди у него пакет. Открыли и нашли в нем глаза, вырванные у грузин, отрезанные уши и нос. Он оказался членом Баграмяновского батальона. Абхазы за каждого убитого грузина армянам платили 100 долларов. И для доказательства они должны были предоставить какой-нибудь орган убитого. Свидетельствует еще один очевидец Герман Беселье. Многие не хотели оставлять свои дома. У кого-то были лежащие больные в доме. Армянская группа вошла в село Мархиули. Когда начали расстреливать грузинское население, моя соседка успела спрятаться в сток сена. Армяне заметили это. Крепко связали сток веревкой, сожгли огонь и издалека наблюдали. На глазах у всего села старой женщине отрубили топором голову. Вот так жестоко они обращались к грузинам. О подвигах, руководимых неким трапезанянам бандитов, говорят 200 томов материалов Генеральной прокуратуры Грузии. Самые жуткие из них не верятся, что были совершены в 20 веке. После ужасов Освенцима в Треблинке, Дахау. Может быть поэтому Гитлер считал армян-арийцами. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok